Гомельнский театр Клоунады и Пантамимы без слова отримал специальный приз международного фестиваля в Одессе. Беларусь удельничала уготым творчим с поборницей в першиню. Уражениями артистов поцикавилася Ганна Коральчук. За 7 годов основания одесский фестиваль Комедзиада стал самым масштабным у своем жанры проектом у Сходней Европы. Его организаторы – театр маски-шоу и дом Клоуна на чале с народным артистом Украины Георгием Дзелеевым. Все лето у Одессу приехали артисти из Польши, Франции, Израиля, Венгрии и США. Усяго за звание «Переможцов» взмагалися больше как 70 удельников из 12 стран. Специальный приз гомельскому коллективу уручил театр Дом Клоуна. Фестиваль состоял из четырех туров. Это четыре дня. Первые два дня это были конкурсные. Мы выступали и в первом, и во втором дне. А потом, на следующий, третий день, мы приняли участие в праздничном шоу. Ну и, естественно, мы выступили на Дагибасовской и получили там свою награду. Это было очень масштабно, круто. И этот фестиваль, я хочу сказать, это очень огромная школа для артистов нашего органа. Девиз фестивалю «Смех, вырытый свет». Звание лауреатов-комедиаты забеспечивают их уладальникам удел в международных фестивалях и гастрольные поездки. По словах керавника гомельского коллективу, головной перевагой артистов-аматоров над профессионалами стал командный дух. Гомельский коллектив «Без слов» на протягу пяти годов дзенничал при Доме культуры Випра. Сегодня он мает статус театра клоунады и пантамимы – центры инклюзивной культуры. У дзельники коллективу – працовная молодь. Все роды артистов есть и инвалиды по слыху. Был у нас мим-дуэт, без слов, всего лишь два человека. Но со временем к нам стали подтягиваться такие же интересующиеся люди, не только пантамимой, но и комедийным своим внутренним миром, клоунадой. И наш коллектив стал расти-расти. У слабослышащих есть большой плюс. За счет выраженных жестов и мимики, они уже выходя на сцену, они уже артисты, они уже яркие. Поэтому пантамима и клоунада – это их жанр. Ганна Коральчук, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель».